Украинская власть продолжает продвигать тему Майдана-3, о которой вчера говорил Владимир Зеленский. Россия пытается дестабилизировать Украину с помощью военных и оппозиции, пишет глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко в своей колонке. Подрыв общественного единства из-за подпитки амбиций и провоцирования военных, только они могут навести порядок, и также оппозиционных политических сил. Ну, вроде бы только они достойны руководить Украиной. Помним, как Владимир Зеленский также сказал о Майдане-3, и то, что у Российской Федерации план до 2023 года уже с помощью этого инструмента свергнуть Владимира Зеленского со своего поста. Как вы считаете, вот то, что мы наблюдали с вами в 2013 году, и те причины, они повторятся или что-то новое может найти Российская Федерация, то, чтобы использовать и, скажем так, вкинуть, и из-за этого начнется некий очаг? Так, или вообще вы эту версию по поводу Майдана-3 не рассматриваете? Не рассматриваете. А зачем же тогда Зеленский о ней? Я понимаю, это как бы для того, чтобы укрепить власть, консолидировать ее, консолидировать людей вокруг российского Майдана. Ну, еще раз говорю, россияне, они специалисты по танкам и по ракетам, по бомбам. Но не по игре в эти все дела. На кого они опираться тут будут, скажите? Нет уже пророссийской оппозиции, Медведчука ж тут нет. Нету Медведчука, Януковича тут нет, они в Москве все всегда. Так на кого? Какая оппозиция? ОПЗЖ? Где? Тут же оппозиция только какая? Порошенко. Так они наоборот, как бы, такие антироссийские. Или кто там, Свобода, Фарион, или там. Нет, а где? Я не вижу тут пророссийской оппозиции. Война к чему привела? Что все пророссийские силы партии, они все куда-то канули в лету, как говорится, так? Либо уехали. И антироссийский консенсус. Все сегодня партии, политики, деятели политические основаны на антироссийском консенсусе. Осуждение России за агрессивность и так далее, и так далее. Понимаете, это очень важный момент. Поэтому все, политическая система сегодня, раньше она строилась как? Смотрите, пророссийские, прозападные политические силы. Вот вам пророссийские политические силы, вот прозападные политические силы. Ну так строилась политическая система. Это одни клиенты России, другие клиенты Запада. Вот такие модули. И она собиралась на выборах, там, перетасовки. Кто-то становился президентом. Как у нас президент Востока меняется президентом Запада. Ну и так далее. Так же было. А сейчас этого нет. Потому что все сегодня в одном, скажем так, антироссийском консенсусе. Порошенко, Тимошенко, «Свобода», «Голосы», «Слуга народа», «Давиры», «Видновления Украины». Эти, ну, группы депутатские. Так какая позиция-то? Порошенко хочет сыграть на пользу России? Ну, давайте тогда разбираться с ними. Может, они, криптороссийские оппозиционеры, прикрываются лозунгами украинского национализма и патриотизма. Ну, давайте так говорить. Более того, даже они более правее, чем «Слуга народа» и нынешняя власть. Но это если говорить о второй части. Если ухватиться по поводу первой. Подрывы общественного единства из-за подпитки амбиций и провоцирования военных. Смотрите, давайте, первое. Иногда единство подрывается из-за извечных амбиций власти. Власти тоже амбиции имеет свои. И тоже подрывает, может подрывать единство. Всех политических сил. Почему? Когда власть не видит всех остальных. Или считает, что они недостойны. Или они какие-то криптороссийские. Криптопророссийские. Так? Второй момент. Смотрите, как войну ведет Израиль. Израиль всех взял. Нетаньяху. Всех оппозиционеров включил в политический кабинет. Министр. И они ведут войну. Политическое ответственность на всех. А не на одной власти. На всех. И на власть, и на оппозицию. Между прочим, это верно из той точки зрения, что когда надо будет подписывать. Придется. Не просто хочется, а придется. Хиба хочешь, мусишь. Не хочешь, а придется. Подписывать какие-нибудь договора, соглашения, перемирия, прекращения дня. То это взять на себя. Все должны взять на себя ответственность. А не потом. Тыкать в глаза. Например, в той же власти. Что они это сделали. В силу вынужденных обстоятельств. Потому что дальше край. Еще хуже будет. Это же надо власти тоже понимать. Что это коллективная ответственность. Она лучше в этой ситуации. Потому что коллективная ответственность сюда нужна. Для чего? Для того, чтобы вместе подумать, как вести войну дальше. Всем. И военным, и политикам. Потому что если одна часть элиты будут считать, что только она правильно ведет войну, а другую будут отсекать, вытеснять с политической поляны, делать и так дальше, то эти будут критиковать, обиженные будут критиковать. По-любому будут критиковать. И будут расфокусированы общественные мнения и принципы политической борьбы. Почему? Ну потому что сейчас закинули эту тему брусчатка. Что тратят не на оборону, а на дороги. Ну подождите, так это местная власть, это ее задача. Задача ее же не оборонять. Задача в целом государства, оборона, наступления, это Кабмин, Министерство обороны, Генштаб и так далее. А мэры должны заниматься своими вещами. Тем более, если это Ужгород или если это столица. Мы что, должны тут жить в дерьме или как, когда война идет? Во-первых, так войны не выиграют. А во-вторых, за что ведут войну? Не за то, чтобы все погрязли в этом дерьме и в бездорожье, а для того, чтобы наоборот наши города были чистыми, светлыми, европейскими, ухоженными, комфортными. Вот за это война ведется, а не для того, чтобы выиграть для кого-то какую-то территорию. А потом каждый политик повесил себе погон или медаль за освобождение того или иного региона. Не за это война ведется, она ведется за то, чтобы люди жили нормально, в достатке, в тепле, при хороших доходах, в хороших городах, при хорошем освещении и так далее. Так давайте тогда и на мусор не будем тратить деньги. А что на мусор-то тратить деньги, на вывоз мусора? А как это? Давайте деньги на войну. А для чего это делается? Ну потому что вот это идет постоянное перетягивание. Война должна объединить всех. Когда Первая мировая война началась, Вильгельм II в германском Бундестаге, когда он объявил о том, что надо на фронт, мобилизация, да здравствует Германия, единая и так далее. И все ему стали хлопать. Депутат ему Дестага. И самая большая партия, так бы интернационалистка, социал-демократическая партия, Липкных-то, что он сказал, Вильгельм? Я увидел здесь политическую Германию, а не политические партии, и тем более политические распри. Я увидел здесь патриотов Германии, а не политические партии. Примерно так цитата сначала. Так и здесь должно быть. А вот это все, когда начинают, вас обвиняют оппозицию, оппозиция обвиняет вас, знаете, как это называется? Информационный, ментальный, политико-ментальный Майдан. Но не дай бог, это же политико-ментальные вещи, они потом становятся реальностью, не дай бог. А вот это вот нельзя допускать. Поэтому, еще раз говорю, поэтому амбиции не должны проявлять во время войны. Излишние политические амбиции. В чем они заключаются? Оппозиция просто предлагает свои варианты. Или они хотят, или они рвутся к власти? А вообще-то как рвутся? Если не будет выборов, будут кратиться к власти. Если не будут календарных выборов. Если не будут победы, легитимность власти снижается. Как вы хотели? Закон истории, закон войны. Если у вас нет победы в войне, если вы проигрываете наступление, легитимность власти снижается. Она становится слабее в глазах людей. Тем более в тех условиях, когда власть обещала в конце 23-го года, уже летом, точнее, пить кофе в Крыму, а к концу 23-го года выйти на границы Крыма и уничтожить Россию. Что вы хотите? А может у оппозиции есть альтернативный вариант мирного плана, военного плана? Может у них есть альтернативный вариант войны? Победной войны? И они могут предложить, может нам рано вступать в переговоры? Может у них есть хороший план? Понимаете? Вот это политика. Политика заключается в том, что если вы пытаетесь монополизировать власть еще больше, на вас ответственности больше, и в случае каких-то непредвиденных, турбулентных событий, все это быстро обваливается. Но уже тогда теряет не та или иная политическая сила, а государство может терять. Люди, которые и есть государство. Но не те, которые власть, а которые составляют население страны. Есть мнение о том, что заявление Зеленского с призывом к залужному соблюдать иерархию и не заниматься политикой, это первое публичное подтверждение конфликта с главкомом со стороны президента. И если кратко, то есть такие две составляющие. Первое, это несовпадение оценок президента и главкома по ситуации на фронте и по дальнейшей стратегии войны. А второе, что популярность залужного в Украине и его сильные позиции среди западных союзников, это автоматически делает его главной альтернативой в Зеленскому глазах тех сил внутри страны и за ее пределами, которые считают необходимым смену власти в стране. Ну так вот, я как-то сказал, что сама власть делала залужного или делает залужного политика, игнорируя или вытесняя, или пытаясь подавить институционализированную оппозицию, которая в парламенте. Еще раз говорю, это Порошенко, это Тимошенко, это, наверное, удар Кличко, там это может быть и голос и так далее. Вот это, потому что если им не дают возможности участвовать в политике, публично, по крайней мере, то тогда, ну, жизнь устроена так, всегда должна быть альтернатива. Но нет, жизнь это не моно, это всегда хотя бы би, чтобы не подумали, нехорошие какие-то. В данном случае, это гетеро. О, давайте так лучше, гомо, жизнь это не гомо, а гетеро. Гетерархия, это называется по-философски. Гетерархия. Понимаете, в чем дело? Архе – это слово, это власть, перевод греческий архет. Власть, сила, мощь. Это власть множества или большего, чем одно. Поэтому, конечно же, если так будет, если будут задвигать и будут это делать дальше, то понятно, что взоры тех, кто недоволен ситуацией, в данном случае они на фронте, а тем, что происходит внутри общества. Например, с коррупцией, то, что происходит в экономике, то, что происходит во власти, там, слуги народа, они будут искать альтернативу. Если тех уже не пускают, а генерал-то, он действует, действующий, в нем видят вот это вот, на него автоматически перекладывается политическое видение, видят в нем, рисуют, это называется политическая фигурация, фигурирование политическое. В нем начинает видеть политик. А если у генерала, и он это тоже чувствует, и если Запад начинает видеть, что, ага, нет альтернативы Зеленскому, а надо как-то решать вопрос о том же понижении ставок или как-то окончании войны, то есть решать судьбу войны как-то надо. Что дальше? Что делать? Тогда надо искать какую-то альтернативу и как-то, чтобы конкурентность какая-то была. Поэтому, наверное, не случайно иконами сдает площадку заложенному для того, чтобы он это эссе. А у них разные взгляды на войну. А какие это взгляды? Это не разные взгляды на войну. Просто у Зеленского взгляд исключительно политика на войну. А какой взгляд политика? Надо побеждать. Государственный интерес, победа в войне. А у военного взгляд, военный взгляд. А есть ли возможности военные для того, чтобы цели политики или политика, верховного политика, были реализованы. Вот и все. Но, с другой стороны, есть всегда дискурсивный режим политического языка. Есть такое понятие, дискурсивного режима. То есть, как оцениваются, артикулируются, лингвистически, семантически, те или иные события войны. Каждая война имеет свой политический язык. В каком смысле? Ну, например, победа. Только победа. Быть границом 91-го года. Мы должны наступать все время. Отступать – это не наш стиль. Потому что мы не можем отступать. Мы должны только наступать, потому что, если мы перестанем наступать, нам перестанут давать, в нас перестанут верить, как военную силу, и нам перестанут давать оружие. Ну, такая логика политическая. А на что покусился, ну, с точки зрения властей заложной? Он покусился на то, что он предоставил альтернативный, дискурсивный режим политического языка войны. Он сказал, а война в пакет. А продолжать дальше войну – бессмысленно. Ну, так примерно он сказал. Для этого, для того, чтобы войну, и для того, чтобы достичь победы, на данном этапе нет военных возможностей, военно-технических возможностей. Запад нам не обеспечить, самолеты ничего не решат. Живая сила, как он сказал в заложной, нету законов хороших. Ну, не приняли, Верховная Рада не приняла законы о мобилизации. У нас проблемы с мобилизацией, новых, мобилизованных. Значит, надо что? Вывод какой? Надо тогда как бы, в условиях понижения ставок Запада, надо как-то переходить к другому формату войны, переговоров и так далее. Переговоры-то не означают, скажем, поражение и отказа от территории. Остановка войны не означает отказа от целей, победы. Просто она переводится, средства победы становятся не военными, а какими-то другими, политэкономическими, культурными, торгово-экономическими и так далее. Еще раз говорю, тот, кто выступает, например, за то, чтобы остановить, заморозить, по корейской ничьи там и так далее, это не значит, что он предатель и отказывается от победы. Он просто хочет сохранить силы, сохранить возможности, не сжигать живую силу и технику, не терять людей, потому что военным путем все равно это сегодня невозможно. И вот это, вот это, конечно, альтернативный дискурсивный режим сегодня, это, конечно, да, это внесло сумятицу в головы всех и политиков и так далее. Но для того, чтобы этого не было, власть должна менять свой дискурсивный режим. Для того и политики, для того и импровизация даже нужна. Для того, чтобы вот с одной стороны импровизация, с другой стороны дискурс, дискурсивный режим войны остается тем же. Победа 91-го года, граница 91-го года, продолжаем наступать, война до победного конца, до какого конца? Где этот конец? Покажите мне. Ну, где этот конец? Писали наши зрители, что, возможно, с этим связано европейский вояж в Украину. И, наверное, какое-то существует тоже смелое политическое решение от руководства нашей страны, которое вот-вот будет принято. Я так понимаю, это по поводу, с чего мы начали с вами переговоры. Какой вояж там? Писториус, о котором вы вспоминали на прошлой неделе. Европейцы, да? Да, Бернс, Майя Санду. Не-не, это все, это да. Мне это все приехать и сказать, и дать понять, что надо как-то поменять формат войны. Но никто, правда, прямо это не сказал. Но есть нюансы. Ну, например, я обратил внимание. Остин, Ллойд Остин, глава Пентагона, когда приехал, сказал для журналистов, для прессы там, я приехал повстречаться с украинскими лидерами. Он не сказал, я приехал в Зеленский, с президентом, с украинскими лидерами. То есть они уже рассматривают более диверсифицированно тех, кто принимает решения о войне, о войне и мире в Украине. Я так это вижу. Понимаете, такие политики, вот слово так, просто случайно слова не появляются такие. А появляются намеки. Потому что политики, главное, это нюансы, намек, а не такая тупая, лобовая, агрессивная, наезды. Всегда, очень тонко. Охмурять. Политик, это тот же охмуритель. Он тоже мошенник. Часто мошенники хорошими политиками были. Потому что умели охмурять людей, умели играть на вот этих всех инстинктах, на симптоматике. Хорошо психологию знали людей. Для того, чтобы обмануть кого-то, мошеннику, надо хорошо психологию знать человека, да или нет. Вадим Юрьевич, а вот можно некий такой совет для наших зрителей? Как уловить вот этот, как вы говорите, политический, дипломатический такой намек? Поскольку, условно говоря, я же тоже могу, например, общаясь со знакомыми, они меня будут спрашивать, кто у тебя будет сегодня в гостях? Я скажу, не Вадим Юрьевич Карасев, а скажу, лидер общественного мнения. Лом. Да. Не, не надо лом. Я к чему веду, что может он просто так назвал и здесь нет никакого там скрытого смысла? А политике не важно то, что ты хотел сказать. Важно то, как это будет интерпретировано. Потому что публичная сфера так работает. Ты слово сказал и оно пошло в оборот. А дальше идет накрутка. Боты, тролли, эксперты, купленные, пропагандисты или объективные эксперты, которые просто объективно говорят. Или эксперты с одной стороны и с другой стороны. А где-то истина посредине. И это все политика. Ты думаешь, что ты сказал слово, оно не имеет политического веса. А оно может иметь политический вес. Потому что ему придается политическое значение, политическая ценность. Это, между прочим, хорошо можно понять, если хорошо кто-то изучал в свое время феноменологию, философия, феноменологии Эдмунда Гусерля. Вот так называемый эпохе. И о том, что такое значение, ценность, когда придается словам. Понимаете, в политике это совсем другое. Потому что, вот вы сказали слово в обыденной жизни, оно и пролетело, оно для вас неценно. А в политике слово придается значение с точки зрения борьбы за власть. И это слово можно использовать в борьбе за власть, против соперника, в свою пользу, за своего союзника. Или вообще это слово погасить, игнорировать. Потому что, часто в политике то или иное слово надо игнорировать, а не наоборот цеплять его. Что другие могут использовать это все. Игнор лучшая форма политической борьбы, между прочим. Потому что, если ты начинаешь на человека наезжать, придавать ему значение, он начинает на этом раскручиваться и так далее, ты уже делаешь его политикой. Ну вот можно я как раз вам подкину тему, которую сейчас очень сильно раскручивают. Мы по Литвиненко все сказали или нет, чтобы война в долгу. Я еще раз говорю, какой вывод из этого делаем мы? Ну хорошо, Путин так действует, а мы как действуем? В чем наша стратегия тогда заключается? А мы блефуем, как вы говорили. А хватит уже, все. Я говорю, что там тоже хорошие каталы со всех сторон. Я думаю, что мы все-таки в искусстве блефа не такие искусные политики блефа, как те, с кем мы имеем дело по обе стороны этой войны. Запад, не Запад, глобальный юг и так далее, и так далее. Хотя, между прочим, когда-то Сурков, ну недавно, там месяца два написал, Россия это глобальный север все-таки. Мы в глобальном севере, а не в глобальном юге. Запад возвращает Путина в игру, мы об этом обязательно поговорим на большой двадцатке. Российская Федерация, как Путина тоже большой двадцатки, сказал, что вроде бы готова к переговорам, но и, как обычно, он во всем винил Украину. Это ж они, негодяи, сделали такое решение, что не могут переговориться с Российской Федерацией. Кстати говоря, надо что-то с этим делать, потому что мы тогда проиграем на дипломатическом поприще, поле, мы начинаем проигрывать, потому что мы не хотим переговоров, а Путин хочет переговоров. То есть он выступает как миротворец и пользуется этим. Пользуется тем, что мы пока, по крайней мере пока, не включаем дипломатию в войну. Когда война идет, это не знаешь, а дипломатия отсутствует. Или спит там, или спящий увидит. Она как раз активно работает. В любом случае, это решение нужно будет убирать, удалять, поскольку мы же приходим, то в любом случае, каким-нибудь переговором. Конечно, поэтому нужно будет этот вопрос как-то решать, чтобы не накапливать пассивы в дипломатической игре, в будущей дипломатической игре. Хорошо, так что там? Да, и уже зрители пишут вопросы, и я вас начну с такого. Вадим Юрьевич, это называется не переговоры, а Запад просто заставляет подписать Украину капитуляцию. Пока еще не стало хуже. А, так хуже, так что может быть хуже капитуляции? Скажите, так хуже или капитуляция? Капитуляция это и есть хуже. Капитуляция это когда безусловное поражение, падение государства, падение политического режима, руководство нет, разбежалось, или куда-то улетело, или улетучилось. Выбирайте синонимы. И тогда выходит какой-нибудь из-под завалов или из бункера какой-нибудь генерал и подписывает капитуляцию. Полное признание поражения и безоговорочное принятие всех условий победителей, которые продиктовали победители. Такое, что есть, такое, что угрожает Украине сегодня, нет. Это было в феврале месяца, да, в конце февраля, в конце февраля, в начале марта 22 года. Было на грани поражение, но выстояли, выдержали, выдержали. И сегодня речь не о капитуляции. Переговоры действительно могут быть в двух случаях. Первое, это, или может быть даже в трех давайте, когда капитуляция и одна сторона победитель, другое полностью проигравший. Этого нет и не будет, сразу вам говорю, не будет этого. Второй вариант, это когда пад или ничья и только можно затягивать войну с неопределенными перспективами. И все понимают, что эта неопределенность, она может сыграть в минус своей стороне, в минус не сопернику, а как раз тебе. Поэтому есть обоюдные стимулы идти на переговоры. Для того, чтобы не было хуже. Каждый считает или может считать, что ситуация может развернуться в худшую сторону. И есть третий вариант. это для того, чтобы упредить войну. Упредить вооруженный конфликт как способ разрешения внешнеполитических и межгосударственных противоречий. Первое, не сработало уже. Дипломатия и так далее, переговоры не сработали. Причем двух вариантах. Когда Путин выдвинул ультиматум Западу об отводе военной инфраструктуры НАТО на границе 97-го года в Европе, то есть в Западную Европу, ФРГ. Так начинали же переговоры. Так ездила делегация Российской Федерации в НАТО, в штаб-квартиру НАТО ездили. Возглавлял российскую делегацию заместитель министра иностранных дел Грушко, который много лет был представителем НАТО, то есть представителем России в штаб-квартире НАТО в рамках Харс-совета НАТО Российской Федерации. Рябков ездил, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации тоже работал в этом направлении. Но не сработало это все. И на российско-украинском дипломатическом треке, как говорят, тоже не сработало. Началась война. Дальше началось вторжение, давайте это скажу так, Россия на территорию Украины. Не придирались некоторые, только и ждут оговорку какую-нибудь, чтобы настучать гады. Дальше это не сработало. Капитуляции нет. Ни у кого не будет капитуляции. Ни у нас не будет капитуляции, и не будет никто капитулировать. Ни Россия. Поражения не будет ни у России, ни у Украины. Частично какие-то, да. Победы не будет, но и поражения тоже не будет. В Украине нет победы, но нет поражения. Это понятно. А вот как раз переговоры для чего нужны? Первое, для того, чтобы не было хуже, чтобы предупредить возможную потерю новых территорий, если не хватает ресурса на войну, длительную, войну на истощение, войну на измор, как угодно говорите. Это же надо подумать. Может лучше сейчас, чем потом? Может лучше по пять, а не по три? Да вчера. Дальше. Либо, когда есть понимание, что просто дальше война уперлась в тупик, в пад, как угодно, говоря словами Залужного. И дальше не будет никаких приобретений, только потеря потенциала страны. И две стороны будут себя изматывать на радость третьим сторонам. Россия будет себя изматывать на радость Западу, Китаю, кому угодно. Это уже так, неважно. А мы будем себя изматывать на радость кому? Тем же русским, тем же полякам, венграм, словакам. А что, где-то втайне не радуются, нет? Что мы себя изматываем, теряем свои преимущества, теряем время, теряем возможности накопления потенциала, ворваться, скажем, в новую экономику 21-го столетия, теряем свои конкурентные преимущества. Вот почему. Надо об этом сейчас думать. У вас спрашивают, впереди жесть? А? Впереди жесть. В каком смысле слова? В каком смысле этого слова? Жесть. Ну что, имеется в виду, что жесткость будет какой-то? Нет. Я думаю, размягчение будет. Размагничивание ситуации будет, назовите так. Разжестянивание, хоть я не жестянник. Так? Но. Или жестянщик. Жестянщик, да? Но. Размагничивание будет ситуации. Почему? А вот давайте к названию обернемся. Вернемся. Как там? Запад понижает ставки? Угу. Смотрите. В чем Запад понижает ставки? Оружие меньше дает Украине. И даже если бы была возможность его поставлять, таких объемов, как раньше, меньше бы давали. А израильская тема, или там китайская тема, это предлог. Это больше предлог, чем причина. Ну и заявление Путина на большую двадцатку, это тоже такая многоходовочка. Это не больше даже не к Украине, а к странам Запада и Европейскому Союзу, чтобы они немножко притикли, ослабли. Сказали, ну посмотрите, это Путин уже готов. Он готов на переговоры. Ну зачем им там помощь? Война – это шахматы. Война – это же не только «ура, вперед!», а это же шахматы. Искусство войны. Военная наука и искусство. Почему искусство? Потому что ты должен импровизировать. Ты должен филигранно работать, филигранные ходы на дипломатическом поприще, на военном, оперативном поприще, на военно-стратегическом, геополитическом. Игра на нескольких досках. Многоходовки, называйте так. Так вот, дают меньше оружия. Меньше. Дальше. Вот опять первая двадцатка с участием Путина после начала вторжения в Украину. Да, это онлайн. Да, это Индия инициатор. Но все-таки как бы без скандала. Понимаете? Как-то так без скандала обошлось. Сел, рассказал. Послушали его. Но Байден и Си проигнорили? Ну, Байден игнорит, потому что, может, дыхать надо иногда. Так, ему надо готовиться избирательной кампании. Знаете, сон впрок должен. Отоспаться впрок, потому что потом некогда будет спать. А что там Си? Ну, Си виделся с Путиным. Да, у нас все как бы проигнор. Что, Си не знает позицию Путина? Что Байден не знает позицию Путина? Но, тем не менее, второй момент. Россию возвратили в работу Арктического Совета, где много стран НАТО, северных стран НАТО, Норвегия, Швеция, Финляндия. Они начинают, возвращаются в полноценную работу в рамках Арктического Совета. То была заморожена работа. Игнорировали, изолировали Россию. Возвращаются. И я много мог бы сейчас вам примеров таких, как бы, накапливать. Но еще один момент, смотрите. Мы часто завышаем ставки. Импровизируем. Ну, понятно, в таком классическом стиле Клауза Витца. Фон Клауза Витца, который писал, что такое война. Это постоянная, так сказать, импровизация храбрости воли. И часто это спасало решающие сражения. В отличие от Артура де Жумини, который был такой француз по происхождению на русской службе, генерал, который, наоборот, другую стратегию рассматривал, или стратегию по-другому рассматривал, как определение главного удара, накапливание ресурсов, расчет, рациональность. И тогда уже только наступать. То есть здесь, наоборот, скажем так, меньше импровизации и больше подготовки. Но мы сейчас работаем больше в жанре импровизации. Наша власть, а другого выхода нет. Поэтому надо блефовать часто, повышать ставки, говорить о том, что война продолжается, что мы берем там новые высоты, села освобождаем, потом идут опровержения, например. То, что мы взяли плацдарм в Крымках, там, в Херсонской области, это так. А что дальше? Но якобы мы селос... Главное, чтобы этот блеф, он не превратился в прямую ложь, и потом эта ложь выходит боку украинской власти, и потом народ не перестает доверять. Правильно. Но вы картежникам это скажите. Согласен, да. Политика часто блеф, между прочим. И многие ведутся на это. Многие успешные люди, они блефуют. А многие, скажем так, доверчивые люди, начинают верить в это и проигрывают. Но в данном случае это другая история. Потому что там, с той стороны и с другой стороны, ну такие волчары, что так просто на блеф купить их нельзя. Они играют вот в эту игру больше в стиле Жамини, Артура де Жамини, а не фон Клаузевица. Так вот, смотрите. Когда Зеленский сказал, вот буквально, Fox News, что Россия обязательно нападет... Мы защищаем вас от нападения России. Потому что как только Россия расправится с Украиной, он пойдет дальше на Польшу, Прибалтику, в НАТО, тут же и он, или Йенс Столтенберг, так, заявляет, гламаю, ну, генеральный сегментарь НАТО, заявляет, что никаких угроз со стороны России сегодня странам НАТО нет. Перпендикулярно, как говорится, в противоход, в противовес. Что это означает? Ну, мог бы промолчать, но сказал, нет, никаких нету сейчас. Значит, ставки понижаются. И Путин пытается понизить ставки. И когда товарищ нам так, или наш хороший друг там пишет, будет жесть. А у нас название-то какое? Повышение ставок. Запад повышает ставки или понижает ставки? Еще так хитро мы замутили, потому что всегда повышают ставки там. Путин повышает ставки. Си повышает ставки. А мы так, хоп, понижают ставки. А почему? А потому что лучше вот так вот, чтобы в тумане и расфокусирование Запада Украины, украинского расфокусирования Запада по отношению к Украине, и перефокусировка на Израиль, Ближний Восток, Китай и так далее, Путин, дипломатически, геополитически, другими инструментами, додавить, переговоры втянуть и тому подобное и так далее. Либо военным путем, ну смотрите, это будет, наступление идет у них, но оно так не спеша, не спеша, спокойно, как говорится, спокойно, но методично и целеустремленно. Вот в чем надо видеть это все. Знаете, не нужны лихие наскоки. Ну сейчас не время Чапаева и какого-нибудь там Борошилова, так и Борошиловских стрелков, слава богу. Все они время расчетливых умных воин и умных полководцев, вождей и военных. Поэтому, видите, ставки для того, чтобы вот так вот дальше давить по всем лениям, значит надо и нам, как бы, если мы видим, что Запад уже не покупается, купить Запад на вот эти все наступления, контрнаступления, на какие-то отдельные прорывы, Запад уже все, он не купится на это. На этот блеф он не купится. Там тоже хорошие картежники. С той стороны тоже хорошие каталы, скажем так. Так, картежники. Значит, надо по-другому, наверное, как-то играть. Вот я к этому, вот к этому, как бы так, призываю, что она к этому иметь. Теперь... Вадим Юрьевич, но только к вашим словам. Фразу немножко перефразировали. Запад не понижает ставки, а Запад просто сливает Украину. Ой, господи, ну это жаргон. Ну давайте мы с жаргоном. Ну сливаем. Подождите. Что значит слив? Сливают в унитазе. Понимаете, в чем дело? А если просто переходят в режим другой игры, в режим другого противостояния, я прошу, ребят, ну честно, кто пишет, это не ко мне по сливам. Ну понимаете, это жаргон, это так понижает. Это вообще-то уровень дискурса, уровень семантики научной. Ну легко, да, сливают. Ну и дальше что? Сливают. Почему? Нет, если бы хотели, слили бы. Раньше слили бы. Но этот, как его, не работает. Бачок не работает. У Запада нет бачка, чтобы слить. Так вот. Он действительно понижает ставки. Для того, чтобы перевести в игру в другой режим, в другой формат. Какой формат? Холодной войны, новой холодной войны. Нового сдерживания. Длительной войны на истощение, но в рамках холодной войны. Не в рамках боевых, вооруженных операций. Потому что пад на войне. Если пад, то никто кого не может слить. А то давайте будем сказать, Китай слил Россию, Запад слил Украину. Ну что за фигня, ну правда. Ребят, давайте по-серьезному, честно. Я вас очень призываю.